Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Сегодняшняя тема очень важная, а именно, какие сорта перца нужно выбрать для холодных регионов с коротким летом. Ведь не все сорта подойдут для такого сурового климата, например, Сибирский, Уральский, Дальний Восток. Я вам напомню, что вчера я показывала вам, как я выбираю, рассортировываю перец на несколько частей и определяю, какие я буду сеять в первую очередь, какие во вторую. И вы видели, что процесс этот очень длительный, но вчера за день я все прочитала, все разделила, все новые сорта рассортировала. Вот у меня в первую очередь получился 18 сортов, один лоток, который я отложила в последнюю очередь, это второй лоток, и остались еще те, которые будут посредине. У меня первый с большим, длительным сроком, которые очень долго будут у нас вызревать. Сейчас вам покажу. Вот видите, вот здесь написано, около 130 дней. Это 4,5 месяца мы будем ждать. Есть и есть совсем другие, которые написано 75-80 дней. Вы сразу видите, что разница большая. 130 и 75. Разница в целых 2 месяца. Значит, сеять их вместе мне нельзя. Сначала буду сеять эти, потом буду сеять эти. Но сегодняшняя тема, какие же сорта подойдут именно для холодных регионов. Вот из этого общего всего великолепия, какие нам отобрать и посоветовать тем людям, у которых не сильно хорошие условия для перца. Ведь все знают, что перец очень теплолюбивый. И когда-то сладкий перец считался настолько южным и теплолюбивым растением, что нам в Сибири и на Урале даже не приходило в голову получить спелые, вот такие красные, именно в биологической спелости вот эти плоды. Но жизнь не стоит на месте. Ученые и селекционеры создают новые сорта, адаптированные к нашим сибирским условиям, ну и к другим холодным тоже. А в помощь садоводам-любителям производители теперь уже предлагают поликарбонатовые теплицы, которые упрощают все это выращивание. И теперь вкусные вот эти вот сладкие, сочные плоды можно увидеть на каждом участке. Но все-таки существуют регионы с холодным климатом, где получить полностью спелые плоды сложно. Лето короткое, весной еще, в мае еще есть заморозки весенние, возвратные вы знаете, а через 3 месяца уже могут нагрянуть осенние первые заморозки, которые могут уничтожить все вот эти прекрасные посадки, не дав им созреть. И вот как людям приспособиться под капризы погоды и получить все-таки полноценный урожай сладкого перца, не просто посмотреть на первые зеленые плоды, а потом он замерзнет. Вот для таких регионов с холодным климатом и коротким летом специалисты вот в области растеневодства, которые делают всякие испытания, рекомендуют выбирать только скороспелые сорта, то есть те сорта, которые у меня вот во втором, вот здесь, во второй корзиночке. Только скороспелые сорта и не приобретать сорта с длительным вегетационным периодом. Ведь если у среднеспелых сортов, вот у этих, с момента всхода и до периода цветения проходит более 100 дней, то у самых скороспелых, я вот вам показывала, это весь период от всходов до полного созревания намного меньше и составляет всего 80-90 дней. Ясно, что пока мы будем ждать вот этот вот, который очень длительный период, он еще будет зеленый, скороспелки уже все поспеют. Первый будет свисти, на скороспелках уже будут плоды. Но я сейчас подробнее расскажу, какие именно сорта. Так что, если вы проживаете в регионе с холодным летом и совсем не южным климатом, когда приходите в садовый магазин, отнеситесь к выбору сорта сладкого перца очень внимательно. От этого будет зависеть весь ваш урожай. Как бы вам не понравился вот какой-то выбранный вами сорт, ну вот раз он рядом тут же, этот же колобок, как бы вам вот он не понравился, если вы посмотрите, вот, что у него длительный период вегетации, вот 130 дней, если он не скороспелый и он не ранний, откажитесь от покупки в пользу другого, более скороспелого сорта. Выбирайте только скороспелые сорта с коротким сроком созревания. Например, вот у нас 90. Факир. Всего 90 дней. Очень хороший срок созревания. Вчера я рассказывала. Белый налив. 95 дней. Ну и, конечно, рекордсмен по скороспелости. Вот, румяные щечки. Правда, он новинка. Сибирская селекция. 75 дней. 75 дней это прекрасный вариант для холодных регионов, таких как Сибирь. Вот. Таежный. Видите, написано, северные овощи. Тоже вам подходит. Венти. Про Венти у меня есть всякие видеообзоры летние. Тоже короткий срок вегетации. И таких перцев немало. Но их, конечно, и не очень много. Но они все-таки есть. Вот. Нежность. 82 дня. Сейчас еще несколько. Здоровье. 78 дней. Вы чувствуете разницу? Или 122. Там сколько? 130 дней. Или 80, 70, 90. Вот голотея. 115, 128 дней. Или 78 и 80. Ясно, что эти перцы у вас не вызреют. Если еще особенно будет поздняя весна и ранняя зима, до биологической спелости они не доживут. Все. Если вы будете отдавать предпочтение вот таким скороспелым сортам, тогда вы сможете получить сочные, вкусные плоды сладкого перца именно биологической спелости. Они будут ярко-красные или желтые или оранжевые. И получить этот урожай можно даже без помощи теплиц. Даже те, у кого нет теплиц, они особенно должны выбирать только скороспелые сорта и ранние. Все. Вот это самая главная мысль, которую я хотела до вас донести. Если у вас не юг, если у вас холодный регион, короткое лето, и вы хотите, но вы хотите получить все-таки спелые, вот эти вот сладкие перцы, выбирайте скороспелые и ранние сорта. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Будем говорить о всех-всех мелочах, которые помогут получить нам богатый урожай и позволят нашим урожаям, этим растениям отдать урожай полностью. Суть-то вся в том, что вот эти они тоже хорошие урожайные, но им не хватит времени у вас отдать весь урожай, порадовать вас. А скороспелые они начнут раньше и будут плодоносить очень долго. Я думаю, они вас порадуют. До свидания.